с «Динамовцами» из Киева. Это последний раунд в групповых турнирах. Сегодня проводятся остальные матчи в других подгруппах. И для многих команд этот раунд будет решающим, поскольку сегодня будет решаться судьба тех, кто попадет в четверть финала. Только одна команда получила место в одной четвертой финала. Это немецкий «Кайзер Слаутерн». Остальные семь команд будут определены только после сегодняшнего тура. Итак, как я уже сказал, на семь мест 17 претендентов. И трудно сказать, в большинстве групп абсолютно запутанная ситуация. Поэтому трудно сказать, кто пробьется в одну четвертую финала. И в этой группе ситуация ничуть не лучше, чем в других. В составе сегодняшних команд хозяева поля футбольный клуб «Ланц». Вратарь номер первый Гильом Вармюз. Третий «Юанн Лешор». Четвертый «Серил Манье». Седьмой «Мишель Дебёв». Восьмой «Стефан Далман». Девятый «Алекс Ньярко». Двенадцатый «Вано Элуа». Тринадцатый «Капитан команды Фредерик Дею». Девятнадцатый «Владимир Шмицар». Хотя оно было и не совсем справедливым. Дисквалифицирован у Ефа на один матч. Андрей Шевченко на ваших экранах, о котором в последнее время очень много говорят. Говорят в основном о том, что его собирается приобрести итальянский «Милан». Главный судья. Ох, какая хорошая передача. Великолепный выход один на один. Будет штрафной. Это Шевченко. Чуть-чуть ему оставалось для того, чтобы и красная карточка. За фолл последней надежды. С поля удаляется капитан команды Фредерик Дею. Это, конечно, большая потеря для хозяев поля. Но тому, пожалуй, ничего не оставалось другого, кроме как нарушить правила. Потому что Андрей Шевченко явно выходил один на один. Да. Да. Успевает Андрей протолкнуть мяч вперед. И в это время сносит его Фредерик Дею. Вот тебе и начало. Наверное, никто этого не ожидал. Они хозяева и тем более гости. Потому что, ну что, вскрывать гораздо чаще судьи благосклонны к хозяевам поля, нежели к гостям. Штрафной удар. Олег Лужный у мяча. Нет, простите, это не Лужный. Это Каха Каладзе. Две одного игрока. Контратака киевлян. Хорошо. В подкате сейчас. Кардаш отбирает мяч у соперника. Вернее, не отбирает. Выигрывает это единоборство. Передача на линию штрафной площадки. И там Репров из-под игрока бил поворотом. Валерий Лобановский на ваших экранах. Как всегда, спокоен. Проводили всю подготовку дома. И только удар поворотом. Очень опасный удар. Лешор. Подача в штрафную. Ох, как прозевали сейчас защитники. Киевлян готовы принять эту длинную передачу. И, конечно, те, кто такую передачу делают, уже партнерам помочь не успевают. Василий Кардаш. Вот опять точно такая же передача. Это Ребров. Надо бить. Хороший. Великолепный гол. Нет. Как я ошибся. Мне показалось, что это гол. Как умело Андрей Шевченко перебрасывал мяч через вратаря. Он увидел, что вратарь вышел из ворот и перебрасывал мяч через него. Обратите внимание. Подцепил его так носком. Но сейчас счастье просто было на стороне французского Ланса. Вот нам еще показывают. Еще раз этот момент. Но какие-то сантиметры. И мяч бы оказался в сетке ворот хозяев поля. Всегда в таких случаях они более активны в начале матча. А гостям необходимо некоторое время для того, чтобы каким-то образом освоиться. Посмотрите, как Шевченко переживает за этот момент. Восьмой Алекс Ниярко. И Тебев, Мишель Тебев. Еще один опасный момент у ворот хозяев. С английским арсеналом играет в ничью. После первого тайма там 0-0. И этот результат, ну, никак не устраивает киевлян. Никак не устраивает. Любая результативная ничья устроит киевлян 1-1, 2-2 там. А вот что касается нулевой ничьи, то тогда, то тогда, по большему количеству мячей, забитых на чужом поле, тогда Ланс пройдет в следующий круг. Ох, как красиво сейчас сыграл Серил Манье. Направо надо отдать. Удар из-под ноги защитника. Это Ребров, по-моему, бил. И арсенал там, как я уже сказал, после первого тайма 0-0. Поэтому Ланс вносит коррективы в свою игру. Хороший проход это Шевченко. Ну, надо подавать подачу в страх. Но какой момент, какой момент не получился удар. Кто же это был? Не могу сказать, кто это был, поскольку не видно. Шевченко снова. Удар поворотом. Мощный какой удар. Правда, в ближний Угар там стоял возможным вариантом. Удар поворотом через себя. Это бил Александр Хацкевич. Все остальные игроки. Хорошая атака может получиться. Шевченко. Удар поворотом. Французы в атаке. Ну, Ма. Удар поворотом. Ох, какой опасный удар. Мяч пролетает. Ну, как видите, Кардаша заменили. Косовский не вышел в стартовом составе. А вот сейчас Белькевич и Косовский, и Каладзе все играют в середине поля. Составляют среднюю линию киевских динамовцев. Чуть передержал Шевченко мяч. Наверное, надо было раньше или подавать, или простреливать в штрафную площадку. Угловый удар у ворот. Хозяин. Ярко на ваших экранах. Алекс, не ярко. Девятый номер. Много динамовцев пришли в штрафную подачу. Удар и гол. 1-0 динамовцы. Киева выигрывают. Наверное, минут 60 прошло. Это Каха Каладзе. После подачи углового удара отправляет мяч в ворота киевских динамовцев. Вы видите, группа поддержки киевского динамо. Их всего человек 400. Причем, по сообщениям, которые я сегодня видел, 250 приехали почему-то из Лондона. На 150 из Киева. Это Ребров переправляет мяч на Вавратарскую площадку. И там Каха Каладзе отправляет его в пустой угол ворот. 1-0 киевляне на 60-й минуте вышли вперед. Обыгрывает Квацкиев. Как обыграл. Просто легко бы щука обыграл на углу штрафной подача. Нет, не дадут ударить там. И динамовцы выбивают мяч далеко от своих ворот. Сирил Манье. Угловой удар. Еще один угловой удар. Подают гости. Ребров. Хозяева выносят мяч из штрафной площадки. Удар Реброва. И едва мяч не попадает в сетку ворот. Иногда обстоятельства, ситуации на поле складываются таким образом. Ну, просто не с кем сыграть. Обыгрывает Шевченко. Надо бить. Выход 1 на 1. Там значение имеет, как точно сыграно. Выше всех выпрыгивает в штрафной площадке. Гусин бьет головой, но мимо ворот. Какой голевой момент был у Шевченко для того, чтобы увеличить счет в сегодняшнем матче. Количество игроков и оголяются противоположные дальние фланги. Киевляне этим очень умело пользуются. Как только следует длинная передача на противоположный фланг, сразу возникает острая ситуация. Хорошая передача на правый фланг. Ну, голевая ситуация. Великолепный гол. 2-0. 2-0. 2-0. Это Ващук оказался в штрафной площадке. Защитник Ващука оказался в штрафной площадке соперника. Киевляне как по нотам разыграли комбинацию, имея на одного... Нет, не могу. Трое на трое была комбинация. И обратите внимание, Ващук отправляет мяч практически в пустые ворота. 2-0. Вот вам и контратака. Сначала розыгрыш стандартного положения, после которого киевляне вышли вперед. А сейчас быстрая результативная контратака. 2-0. Киевляне в этом матче повели. Видите реакцию Владислава Ващука на забитый мяч. 75-я минута. 15 минут до окончания сегодняшнего матча. Я думаю, что практически киевляне обеспечили себе выход в 1-4 финала Лиги чемпионов. Я даже сейчас не очень интересуюсь, какой счет в матче Панатина и Кос Арсенал. Штрафной удар на рубеже. На рубеже. Кто будет бить? Несколько человек у мяча. И Лерош там готов пробить. И Дебёв там стоит рядом. Мяч в воротах. Классическим. Владимир Шмидцер отправляет мяч в ворота киевлян. Не оставив никаких шансов Шавковскому. 2-1. 2-1. Не могу сказать, что плохо была поставлена стенка над самой, над самой стенкой. И не успел выпрыгнуть вот здесь, вот крайне. Редкое, кстати говоря, явление. Ох, какая хорошая передача на правый фланг. Это Шевченко. Удар. В очередной раз. Имел возможность отличиться. И в очередной раз этого не произошло. Опять удар на силы. Внешней стороной стопы пытался отправить мяч в дальний угол. Но Геом завладел мячом и имел бы хорошую возможность для атаки. Судья посчитал, наверное, возможным свистнуть. Андрей Шевченко. Вот очередная хорошая контратака. Ну, наконец-то. Вот то, о чем я говорил. Не надо бить сильно, надо бить точно. 3-1. Андрей Шевченко отправляет третий мяч в ворота Ланса. Ну, думаю, сейчас уж все ясно в этом матче. И опять нам показывают любители футбола, кто приехал сюда для того, чтобы поддержать своих любимцев. Великолепно сыграл Андрей Шевченко. Великолепно сыграл Андрей Шевченко. Не надо было бить сильно. Команды в последнем туре группового турнира Лиги Чемпионов. И, ну, я не думаю, что я смогу сглазить. И выходят в одну четвертую финала Лиги Чемпионов. Пролетает мимо ворот. И в это время звучит свисток. Матч закончился. Динамовцы Киева в решающем поединке в Лансе выиграли у хозяев поле со счетом 3-1. И вышли в следующий круг Лиги Чемпионов. Ну что ж, выигрывает чрезвычайно важный для себя матч. Поздравим киевских динамовцев с победой и пожелаем им успехов в одной четвертой Лиге Чемпионов.